Первый контрольный матч межсезонья Завершил атаку с участием Сергея Игнатьева и Дмитрия Смирнова А через пару минут он сделал дубль Соперник из Подмосковья сумел отыграть два мяча Долгопрудный скоро начнет сезон В то время как тулики лишь завершали первый этап подготовки к премьер-лиге Чувствовалось, что Арсенал играл под нагрузками Результат спарринга, в котором тренеры дают поиграть всем футболистам Не имеет принципиального значения И все же победный счет приятен Под занавес встречи Владислав Рыжков установил итог спарринга 3-2 Каждую игру хочется забивать То ли товарищская, то ли календарная игра будет И в этой игре также старался забить и проявить себя Хорошо, что получилось Видно сразу, что давно не играли Практики не было Отпуск был большой Видно, что такого взаимопонимания, какое бы мне хотелось бы, конечно, не было сегодня Но это вполне логично Как я уже сказал Ребята, тем более новички, появились в нашей команде Я думаю, что через игры мы наберем И сейчас, я уже об этом говорил в интервью Мы планируем три игры сыграть за 12 дней в Турции Я думаю, что через игры мы будем набирать И хотелось бы больше играть Потому что именно через игры за непонимание наладить А против каких клубов будет играть Тульский Арсенал в Турции, пока известно? Я знаю только, что 8-го числа мы будем играть против чемпиона Ирана А 4-го и 12-го числа еще пока соперники неизвестны Ну, вы знаете, у нас на протяжении последних 9 дней Третья игра с командой высшей линии Мы 3 дня назад обыграли Уфу 3-1 И поэтому сегодня приехали тоже с настроем лица В принципе, выполнили, наверное, все поставленные задачи на игру Вот, и забить Арсеналу 2 Это как бы наш был самый удачный результат Потому что мы добивались Пропустили 3, но, наверное, уровень мастерства Тулы, конечно, сказалось выше Прежде всего, хочу пожелать Туле удачи в этом сезоне Потому что мы следим Команда достаточно родная к нам Именно Тулы Апрут Так что желаю удачи А по игре сказать, что, конечно, уровень Арсенала все-таки виден И даже по сравнению с Уфой, конечно, все-таки Арсенал выглядит достаточно более предпочтительно Субтитры сделал DimaTorzok